Добрый день всем! Зовут меня Валентина. Я хочу сегодня вам рассказать о своем простом, не менее эффективном способе избавления от тлин на розах и не только. Нарвем сейчас около 3 килограмм чистотела. Вот ведро мы нарвали, здесь даже больше чем 3 килограмма. Одевайте перчатки, потому что будет его красота какая. Те ножницы, которые мы резали, или ножик обязательно потом обработайте, потому что чистотел он очень ядовит. Поэтому нужно сразу же пришли и промыли инструмент, которым вы обрезали. И вот это ведро целое, плохое берите, потому что оно покрасится потом коричневый цвет. Мы зальем сейчас водой и оставим на сутки замачиваться. Эта настойка приобретет такой коричневый цвет. Заливаем полностью водой до верха и пускай оно замачивается сутки. Возьмите черпачок или кастрюльку маленькую, какую вам не жалко, потому что перец красный он немножко покрасит. Возьмите пачку перца красного, у меня его правда не 50 грамм здесь использованы, и я добавлю вот такого перчика еще сюда. Высыпаем, вот у нас закипает вода, высыпаем наш перец весь красный этот, литр воды, пачка перца, вот высыпем. Так как у нас его мало, 50 грамм, мы еще добавим вот такой перчик. Перемешаем. Это все будет кипеть полчаса, потом выключим и еще оно будет настоится, остынет еще полчаса. Вот такой у нас насыщенный цвет получается. Выключаем и даем остыть. Процеживаем перец. Берем наш настойный чистотел, вот он видите какой коричневый цвет, который мы настояли чистотел. Один литр перца, один литр чистотела. Вот этот можно вылить, не выливать, а еще можно через 2-3 дня опять повторить, если будет у нас тля. И еще мы процедим, чтобы не было комочков никаких. Этот раствор будем разводить 1 к 7. Значит, литр черпака, 7 литров воды. И все даже, чтобы хорошо прилипало, вот мы добавим жидкое мыло, ложку на вот это ведро, ложку жидкого мыла. Тщательно перемешиваем, заливаем. У нас готово. И мы идем бороться с тлей. Это, я думаю, не понравится. Вот, смотрите, розы. В этом году просто их множество. И вот будем их обрабатывать. Вот. Направляем. Вот так вот и даем. Вот они сразу же облетают. Им это не нравится кушание. Вот они сразу моментом облетают. Облетают. И так пройдем всю розу. Вот так вот. Обрызаем ее. Вот результат, я думаю, будет отличный. Это им кушание. Конечно, не по нраву. Здесь вот этот куст у меня был самый пострадавший от тли. Вот здесь ирисы вот эти начали распускаться. Здесь было на пионах муравьев столько много. Вот я прошла обработочку первую. Пока я 60 кустов своих обработала, думала, приду, сейчас вот повторную как бы сделаю обработку. Смотрите, какие чистенькие стали. Вот они бутончики. Красота. Очень эффективное средство. Пару раз пройдете, и кустики отблагодарят вас цветением, красивым роз. Вот. И можно облить. Вот и пионы обработать. Вот. Чистотел и перчик не навредят абсолютно. Никакой химии, ничего. Прекрасно. Вот они будут чувствовать и цвести. Красота будет. Что я еще хочу сказать. Обрабатывавшую кустики, обязательно наденьте маску, перчатки. Потому что все этот перчик, не дай бог, попадет в глаза. Это будет, конечно, жечь. Поэтому для профилактики обязательно наденьте перчаточки и обрабатывайте. И кустики будут прекрасны. Вот они, видите, начали объедать уже не то муравьи, не то слизни, не то тля, бутончики. Вот они. Так что вовремя я схватила и начала обработку. Вот они, кусты. Даже повторно обрабатывать не нужно. Прекрасно. Вот небольшой куст. Он прекрасно обработанный. И как будто и не было тли здесь. Так что делайте такой раствор, и вы избавитесь от тли на огороде.